Ух ты! Ух ты! Видели? Гляньте! Ох, слушай! Поехали! Бау-мау-мау-мау-мау-мау! Здравствуйте, дамы и господа! Перед началом ролика я бы вам хотел посоветовать канал под названием Ярик Выходь. Парень делает качественные стримы, грамотная подача контента, хорошо поставленная дикция и умение хорошо общаться со своими зрителями. Поэтому заходите, поддержите его лайкосиком и передавайте ему привет в комментариях. Ссылочка в описании. Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Акамарачи. И я помню, что делал опрос в сообществе по поводу, какие игрушечки вы бы хотели видеть и по поводу террарии. И так как там набралось достаточное количество комментариев, все-таки вы хотели, чтобы я продолжил эту игру. Я постараюсь продолжить и сделать это прохождение очень интересным, увлекательным. Посмотрим, улыбнется ли нам удача. А самые такие моменты скучные я буду вырезать, выкидывать и оставим самое такое классное. Поэтому сейчас рубим дерево, строим дом и отправляемся на путешествие. Дамы и господа, первая пещера недалеко от нашего дома. Спускаемся. Как всегда искажения рядом с домом. Надеюсь, НПСы появятся и не придется переносить дом в другое место. Дамы и господа, первый сундук и первый ночной моб. Если я его сейчас убью, потому что меч у меня самый первый. Но вроде бы получается. Отлично. Готов. И первый сундук нам не приносит ничего. Оловянный слиток. Но оловянный слиток это хоть что-то. Сделаем броню, гранаты, ножи. Соберем естественно все. Вместе с сундуком. Это я прокопался уже еще ниже. Как вы видите, ушел от дома. И меня не покидают мысли того, что возможно дом опять близко с искажением и придется его переносить. Но все-таки надеюсь, что я ошибаюсь. А сейчас будем пробираться все глубже и глубже под землю и искать новые сокровища. Посмотрите, какой я нашел маленького слизня. Маленький-маленький. Вообще я таких никогда не видел. Пинки называется. Офигеть. И нашел алтарь. Алтарь это подтверждение тому, что все-таки дом придется переносить в другое место. Иначе НПС не появится. Интересно, с этого слизняка что-нибудь выпадет? С такого маленького. Ох, это будет долго, да? Мы его будем как бить. Походу, да. Очень будем долго бить. Ребята, с него выпала одна золотая монета. Я в шоке. Никогда не думал, что с него и какой-то розовый гель. Розовый гель для розовых факелов. Но они нам в принципе не нужны, если только наши вот эти вот закончатся. Одна золотая монета это круто. И это реально круто. Класс! Нам повезло. Наконец-таки, дорогие друзья, второй сундук. Ух ты, ух ты, видели? Гляньте! Вот это, вот это да! Вы видели это? Какой-то, какой-то тайник был. 15 золотых монет. Вот это да! Класс! Так, откроем. Зеркальце. Во! Нам уже начинает улыбаться удача, дамы и господа. Это прям хорошо. Сундук забираем. Нечему добру пропадать. Может, тут еще что-то есть интересное. Не, походу, это что такое? Статуя бомбы. Кроме статуи бомбы, больше тут ничего нет. Но, денег, денег, ребята. Главное, теперь не погибнуть. Может, наверное, телепортироваться домой? Дорогие друзья, я перенес свой дом в другое место. Сейчас буду его здесь облагораживать. Поставлю верстак, поставлю печку, наковальню. Все буду это потихонечку делать. Как говорится, должно быть все четенько, все красиво. Естественно, у меня есть еще железные слитки, оловянных слитков. Я хорошо так под нас собирал, плюс сундучка. Сейчас мы с вами сделаем наковальню. На ковальню нам еще нужно железный слиток. Я думаю, нам хватит на наковальню. Да, нам хватит на наковальню. Наковальня. И теперь, наконец-таки, мы с вами можем сделать короткий меч, серебряный меч. Давайте сделаем с вами серебряный меч. Серебряный, да? А! Позорный серебряный меч. Офигеть! Но пока мы не можем его улучшить, но в любом случае он лучше, чем вот этот, который у меня сейчас. Оловянный нагрудник. Оловянные доспехи, естественно, будем создавать, потому что без брони никак. Ага, ну то есть, и кирку мы сейчас с вами сделать тоже не можем. Обидно. Думал, что тогда сможем. Но хватило только на меч. И все, да? Ну, ничего страшного, в принципе. Это мы выкинем, это тоже выкинем. И гель, зелья лучника. Короче, то, что нам не нужно, мы все с вами повыкидываем. Есть такое дело, есть контакт. Ребята, с счастливой новостью, торговец прибыл. А это значит, что у него можно будет купить удочку и потом порыбачить. А это круто. Такой смертью тупой помер, ребята, просто все не представляете. Это реально тупая смерть. Теперь бегу назад домой побыстрее и опять сейчас спущусь в пещеру. Ребятки, знаете, что я забыл? Я забыл одну вещь, маленькую-маленькую такую деталь. Она состоит в том, что, во-первых, когда я умер, я потерял все свои деньги, это первое. А второе, что я не могу спуститься вниз. Мне кажется, я сейчас умру. Да, да, нельзя с этой высоты спрыгнуть. Очень сильное повреждение идет. Ох, блин. А внизу лежит 8 золотых монет. Нашел сундучок, спустился очень высоко. Гляньте, куда я спустился. Точняк, ребятки, что-то затроил. Низко, низко сильно спустился. Ну, ничего, бывает. Уже поздно. Снимаю, уже устал. Это нормалек. Ох, слушайте, слушайте. Косяк, ребята, смотрите, надо долезть до сундука. До сундука. Поехали. мама 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 четко статуя щита так а что у нас еще есть интересного так не видно ага классно гляньте как заканчивается интересно о странно ну ладно нам волнует сундук наконец-таки сундук и здесь а здесь как всегда нихрена ребят как всегда нам не везет забираем стату с вами шкаф шкаф не знат уже заберем пока позволяет нам вместо это куда ты пищу мася пошла вон на вагонетке часами по пылесосим то что такое о факел в руку и погнали нам прибыл друзья подрывник смотрите вот этот киндер это подрывник бомбезный мужик и мы у него закупаем бомбы закупаем бомбы на 43 бомбы у нас получилась и динамита мы не купим а вот еще у нас есть бомбочки это круто почему круто сейчас я вам так 60 урона приметание 75 меди не хватает сейчас давайте наверное а почему смотрите ребятки у меня есть еще слитки оловянами хотя веревка мы только веревки так сейчас давайте я посмотрю что можно еще сундука продать ему продадим потому что хотя может быть деньги потратить там который у нас лежат заныканы сейчас мы с вами посмотрим и отправимся в искажение чтобы разбить несколько сфер потому что нужны нужно нам оружие нормально да и в принципе можно подзаработать денег и все что с этим связано по этим поэтому сейчас мы быстренько у него закупаемся и валим выскажение зарабатывать деньги так а ну-ка проверка да все таки граната нас подрывая это не очень хорошо но ладно все теперь мы направляем обыскажение и будем гасить червя если таковой появится после убийства сфер но я надеюсь нам не надо будет ломать столько сфер чтобы появился черт я надеюсь что нам с нескольких сфер ну двух выпадет более-менее нормально оружие или еще что-нибудь такое что можно подать и заработать денег а пока пока бежим первая сфера дорогие друзья посмотрим что сейчас отсюда выпадет надеюсь что что-нибудь будет прикольно и кстати вы в курсе да наверно что как только разбивается первая сфера потом может упасть вера это вероятность что упадет метеорит а это круто это метеоритная броня метеоритные кирка то есть это все пола положительно то что нам нужно по видно них вина правда что там происходит ладно по веревку поставим потому что возможно мы можем умереть мушкет ну да мушкет как всегда ребят ничего супер какого-то крутого нам не выпало мушкет какой-то который нафиг не нужен ну ничего ищем вторую сферу по с первой сферы всегда падает мушкет поэтому ищем еще одна сферка внизу но все затоплено поэтому спускаться пока не буду это опасно смертью будем ждать и очень много мобок прям очень много это я в другую получается пещеру сейчас залез не знаю смогу ли выжить или нет но надеюсь что смогу и смогу сломать еще хотя бы парочку сфер я надеюсь все таки может получится убить червя но это конечно прям такие планы наполеоновские но по крайней мере надо планировать ответил тут эту ставил веревку пытался там спуститься он там не было сферы поэтому будем пробовать здесь сферу не сферу будем что-то как-то думать придумывать потому что по-другому никак в любом случае нам нужны сферы нужен червяк нам надо побеждать надо двигаться вперед ребятки босс червь напал на нас мы наверное с вами здесь умрем скорее всего но 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 я не знаю конечно что выпало я нихрена короче не знаю но надеюсь что будет круто о пошло пошло жара жара пошла ай-яй-яй-яй-яй блин босс конечно жесткий ой нет 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 смерть но с него что-то по-любому выпало я успел его немножечко разгромить надо посмотреть обязательно что с него выпало